Итак, у нас вторая лекция второго года учения C++. Сегодня мы с вами разберемся с адресной арифметикой. Что такое адреса и как вообще устроена работа с памятью в приложении на C++. Дверь можете закрыть? Итак, для начала давайте здесь. Модель памяти приложения. Приложение, если я так вертикально нарисую оперативную память, адресное пространство, можно сказать, что у приложения есть разные куски или сегменты памяти. Так оно устроено в программе на машинном ходе. Программа на ассемблере отображает эти сегменты просто в чистом виде. Так можно увидеть. Правда, не все так вот появляются, тем не менее. Четко, вот он сегмент, вот он сегмент. И у вас модель экзерсника, можно сказать, исполняем файл прямо в глаза. На C++ это скрыто, но на самом деле оно так вот, так оно устроено. Есть сегмент кода. То есть все ваши инструкции, которые вы программируете, в конечном счете попадают в машинный код. И будут в сегменте кода приложения лежать. Есть сегмент, который называется дата. Сегмент кода еще называется на ассемблере текст. Сегмент дата это данные, которые содержались в экзешнике. То есть если у вас есть какая-то константа или какая-то текстовая строка, которая была у вас в hello world, то в hello.exe у вас должен этот текст где-то присутствовать. Или какая-то константа должна была быть где-то изначально записана. Соответственно у вас есть так называемые глобальные переменные, которые принадлежат вот этому куску памяти. То есть у вас есть какой-нибудь x, который у вас есть и все. То есть все время существования экзешника, как исполняемого процесса в памяти, он, этот x существует. Понимаете? То есть эти данные в полном их объеме не появляются, не исчезают во время существования программы. Ни о каком динамическом выделении или исчезновении переменной речи быть не может. Это статические данные. Понятно? То есть вот этот сегмент, это так называемые... Давайте я уберу x вот так вот, напишу здесь, что это дата, это статические данные. Статические данные. Есть еще сегмент, который в файле исполняемом не прописывается, нет начальных значений, а память выделяется автоматически по мере необходимости. Яркий пример, когда у вас внутри функции... Давайте я напишу где-нибудь. Вот у меня есть include c... Иос 3, прошу прощения. Иос 3. И у вас есть какая-то глобальная переменная, там, int x равно 1, 2, 3, да, точка запятую. Вот этот x находится в статических данных, да, и должен быть явно... В принципе, если у вас упоминается в тексте какая-нибудь строка... Ну, давайте напишем какую-нибудь функцию, int... Сейчас, секундочку... Print 3. Print 3. И она... Как бы вас не сильно напрячь к этим делу. Ну, она получает какое-то число, int a, и печатает его, соответственно... Три раз. А для этого у нее здесь есть переменная i, которая вначале равна нулю, а потом, она говорит, пока i меньше 3, да, пока i меньше 3, делать следующее. А именно, сяу, а, пробел, точка запятой, и, и, плюс, плюс. Я написал функцию, которая печатает число, но делает это трижды. Три раз, и очередь не печатает. Такая бессмысленная достаточно функция. Тем не менее, я в ней для отсчета использовал переменную i. Эта переменная i у меня является автоматической памятью. Точнее, она у меня локальная переменная. А для локальной переменной мне память изначально не нужна. Она нужна в процессе выполнения. И эта память, автоматическая переменная, получает и адрес, собственно, свой. Прямо в процессе выполнения на сегменте stack. Второй сегмент данных, да, сегмент кода, первый сегмент данных. Второй сегмент, где, в частности, могут находиться данные, это сегмент stack. Говорят про эти переменные, что они находятся или размещены на stack. Соответственно, это у нас называется автоматическая память. Автоматическая память. Для чего используется stack? Самое главное, для чего он используется, это вы помните, с прошлого года, для stack вызовов. Когда мы ушли вглубь функции, то есть я, находясь внутри функции main, ну, вот я буду, отчерчу функцию main, int main, и я в этой функции main вызываю функцию print 3, передаю ей 1, print 3, передаю ей 2, ну и достаточно. Return 0. Код ошибки 0. Пожалуйста. Что у нас происходит? У нас stack здесь все время пляшет, как бы, да, его уровень. Вначале никакой нулевой переменных локальных внутри функции main нет. Есть одна глобальная, этот самый x, ну, или давайте там print x распечатаем, да. Что у нас происходит? У нас в момент вызова функции print 3 на stack в первую очередь появляется, не поверите, там появляется не адрес возврата, а число 1, которое туда требуется записать. Передаваемый параметр тоже является локальной переменной. То есть int a является локальной переменной, память под него, только под эту единичку, она хранимая в памяти. Память должна быть выделена. Более того, параметр внутри функции можно менять. Я могу вот здесь вот не только и плюс-плюс, а еще и а плюс-плюс делать. Понятно? То есть я могу, я увижу вот здесь вот на экране, я увижу, когда print 3 единичку сделаю, то я увижу здесь на самом деле, я комментарий пишу, комментарий однострочный. Помните, я сказал, да, в прошлый раз, что две косые черты, это комментарий до конца строки, как решетка. Так вот, я увижу 1, 2, 3 через пробелы. Ясно? А теперь внимание. А когда я сделал print 3x, то что я делаю? Я даю... Да, стоп, я не рассказал дальше, что со стеком. Вернемся, подождите, к единичке. Вот вызывается функция. В начале, еще в процессе вызова, компилятор выделяет память на стеке, поднимает уровень стек-поинтера, поднимает указатель стека выше, потому что там выделено 4 байта на int единичку. Понятно? На int a. Затем туда кладется адрес возврата, происходит call, ассемблерная инструкция call, вызов. И у нас, соответственно, уровень стека, да, int a указывает сюда, а стек уже вот здесь. Я слово автоматическая память, наверное, слегка сотру, чтобы мне вот это дорисовать, да? Понятно. Стек является автоматической памятью, это я сказал. Так. Так. Что дальше происходит? Адрес возврата. То есть, куда возвращаться, вот эта точка, да, то есть, вот сюда возвращаться после выхода из вызова принт 3, да? Адрес возврата. Адрес возврата. А затем для самой работы функции принт 3 требуется локальная переменная. Если говорить про язык ассемблера, то после того, как адрес возврата, вот там есть, происходит следующая забавная вещь. Туда еще функция на самом деле закладывает старое значение базового указателя, базы для лока, что-то локальных переменных функций, базовый base pointer, есть такой специальный регистр. Она туда старое значение базового указателя закладывает, а потом фиксирует, говорит, там, я сейчас рисочку начерпну, фиксирует значение вершины стека и фиксирует его, собственно, из стекпоинтера в базовый указатель. Для того, чтобы от него отсчитывать вот эта вот база, да, BP, я напишу, base pointer. Хотя в C++ этого нет, но хочу чуть-чуть вас в глубь погрузить. Так вот, от этой базы сможет отсчитывать функция внутри себя и переменные, и параметры, переданные внутрь функции, да, первый, второй, третий и так далее, да. Кстати, между прочим, параметры должны записываться. Память в каком? В обратном порядке, чтобы функции было удобно их отсчитывать. Первая ближе, вторая чуть дальше, третья чуть дальше, да. То есть, и они в стек, когда вызывающая сторона накидывает параметры в стек, передаваемые, она должна их накидывать в обратном порядке. Вот, а это локальные переменные относительно базового указателя лежат выше, то есть, они лежат уже вот туда на плюс сколько-то бай. Так? Но это сейчас не будем углубляться. Вы не видели этого ассемблера, вы никогда не писали, и писать, надеюсь, не будете. В данном случае у меня одна локальная переменная, это int i, под которую мне требуют 4 байта в стандартном компиляторе, и туда сразу инициализируется 0. Понятно? Тройка является константой в машинном коде, и ей память не требуется. Она прямо в ассемблерной инструкции будет писана, к этому там нет проблем. Вот. Ну, соответственно, что происходит? Теперь внимание. У меня i постепенно с каждой итерацией увеличивается, а увеличивается, и увеличивается, и а увеличивается. И вот у меня последняя итерация, i становится равным 3, а становится равным 4. Мы проверяем, инструкция не выполняется, 4 уже не распечатывается, потому что i равно 3 уже нарушает условия входа в цикл, и мы выходим из функции. И вот тут-то, вот тут-то происходит важное. А что именно? Выход из функции – это освобождение автоматической памяти. Поскольку я здесь не пишу никаких действий по удалению содержимого памяти, потому она и называется автоматической, то есть за ней следит сам компилятор. На ассемблере, если посмотреть ассемблерный листинг, то я это увижу, это можно увидеть, что на самом деле компилятор вот тут, вместо того, чтобы просто молча return делать, из функции, да, а что и int, кстати, void, она ничего не возвращает, return нету, да, он будет, кстати, жаловаться, что нет return, функция должна быть void, это значит пустая, ничего не возвращает, специальное ничего, оно нужно именно для того, чтобы обозначить, что в принципе это функция, ну, чисто синтоксически, да, и что она возвращает специально, как бы, non-dike, void. Так, кстати, void в переменную завести невозможно, переменную типа никакой завести нельзя, в отличие от переменную. возвращаемся сюда, так вот, в этот момент происходит очищение памяти, то есть у меня стек, указатель стека сбрасан, реально тройку чистить никто не будет, он ноликами пробивать, этот байт не будет, просто он понижает стек, и все, перемены перестают существовать. Потом что? Адрес возврата, ну, там он забирает оттуда, там, старое значение базового указателя, восстанавливает его, и по возврате из функции, возврата из функции, опять же, там не чистятся эти байты, то есть там остается мусором валяться на стеке, но это никого не волнует, то есть понятно, поскольку стек поинтер пониже, указатель стека SP указывает снова вниз, тогда отправляющая сторона забирает параметры, снимает его со стека, то есть она положила его, она со стекой снимает, чтобы ответственность была на ней, что стек вернулся в изначальное состояние по окончанию низа. Понятно, да? То есть я воспользовался стеком, раскрутил себя подлокальные перемены, причем это все автоматически, вот оно само, по выходе все исчезло. Теперь внимание вопрос. А вот второй вызов. Принт 3 от х. Чему будет равен х при выходе из функции? Вариант первый. 123. Вариант второй. 126. Ну, то есть, естественно, что будет напечатано, это понятно. Будет напечатано 123, 124, 125. Да? Вопрос вот какой. Чему будет равен х? 123, 126. Голосуем за 123. Снимаем руки. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Рук. Шесть человек. Кто за 126? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать человек. Одиннадцать человек. Внимание, правильный ответ. 123. Почему? Потому что х лежит у меня где? Х лежит у меня в сегменте дата. Он равен 123. В момент, когда вызывается функция принт 3, давайте проиграем еще раз то же самое, что там уже происходило у нас. У нас создается локальная переменная, а, точнее, это не совсем локальная переменная, но функция ей пользуется как локальная переменная, в которую копируется значение х. в этот момент, вот тут, вот копируется значение 123 из одной переменной, из одной области памяти в другую. Понятно? Поэтому у меня возникает дубликат значения, но уже в int a. Ясно? Теперь у нас, ну, то же самое, я не буду рисовать, да, и протикала эта локальная переменная, менялась в процессе выполнения 123, 124, 125, 126, а потом выход из функции и локальные переменные, никому они не нужны больше, выкили. Это не сборщик урса, но что-то подобное, да? То есть локальные переменные в каком-то смысле выбрасывают их по кончению функции. Их память там не чистится ноликами, но они просто уничтожаются, память больше не рассматривается, как память, занимаемая этими локальными переменными. Понятно? Понятно, как работает стек? Особенно забавно он работает в случае рекурсии. В этом случае у нас возникают там уровни одной и той же самой переменной. Одна и та же как бы переменная, только у нее много ячеек памяти. Потому что на каждом уровне глубины рекурсии это реально разная переменная. Ну, я могу привести пример с факториалом, например, да? Инт факториал. Инт n. Внутри. Если у меня n меньше, либо равно единице, я для отрицательных факториалов сейчас не пишу. Если n меньше, либо равно единице, return 1. точка запятой, else, включаем, факториал от n минус 1, умноженный на n. Точка запятой, закрыли. Что произойдет, если я вызову этот самый факториал? Ну, я сейчас не буду писать main, да, я сразу напишу. Вот я писал, повторял от пить. Что произойдет со стеком? У меня на стеке при вызове создастся переменная n равная 5. Затем ушли вглубь, я не рисую, что сюда адрес возврата, сверху лег, но он лег там сверху, да? Создается переменная n равная 4, потому что при вызове этой функции, где n равно 5, она еще не завершилась, а уже вызвана функция, она же, собственно, функция, да, вызвана, но с n равным 4 со значением, потому что вычислил 5 минус 1 равно 4, это 4, куда-то сохранить память, передавая внутрь функции. Да? Создается переменная тоже n, как бы вроде то же самое, но равная 4, потом n равная 3, n равная 2, потом n равная 1, потом у нас пошел обратный ход рекурсии, эти переменные чистятся, поскольку вычисляется итоговое значение, возвращаемое из функции, да? То есть эти переменные постепенно исчезают. Вопрос! Внимание, вопрос! А может ли так быть, что все-таки функция на любом уровне рекурсии доступается к одной и той же переменной? То есть если она будет менять, ну скажем так, может ли у меня факториал посчитать, сколько раз он вызывался? Сколько раз нужно вызвать функцию факториал, особенно будет интересно, если это будет не факториал, а число Фибоначчи. Сколько же раз вызвалась функция Фибоначчи, чтобы посчитать Фибоначчи от 60? Интересно, да? Вот, ну как это реализовать? Очень просто. Необходимо менять глобальную переменную. Ну ладно, глобальную, главное статическую. То есть ту, которая лежит в сегменте дата. Они все должны иметь одну и ту же копию. То есть она у меня лежит как вне. Вот давайте заверем int count равно нулю. Надо заметить, что вот это равно нулю, это не то же самое, что вот это равно нулю. Потому что вот это равно нулю выполняется в момент вызова вызова функции. Переменная память выдается в момент вызова функции. Понимаете? Значит ей нолик этот забивать туда в биты этой памяти нужно в момент вызова, в момент работы программы. RunTime. А вот это равно нулю происходит когда? В момент, когда происходит компиляция. Да, это у меня в отличие от вот этой, давайте я уберу эту конструкцию, потому что она у меня на самом деле должна быть ну прямой. А это у меня реально вне функции. Ну как и тут, вот int x равно 123. Это глобальная переменная. Глобальная. Она является глобальная переменная, является статической. Ее начальное значение инициализируется в момент компиляции, то есть когда создается экзешник. Потому что вот это начальное значение 123 или в данном случае ноль каунта, да, каунт будет одним в течение всей программы и не будет исчезать, пока программа не закончится. Этот ноль попадет туда в момент загрузки экзешника в память компьютера. То есть операционная система загружает экзешник, берет этот нолик, который реально в экзешнике присутствует, там 4 байта нулевыми битами забиты. Понятно? И он берет его и загружает в память вот начальное значение этой глобальной переменной. Переменной, которая заводит... Глобальная, статическая, да. Мейт, они... Они тоже? Они локальные. Они локальные. Да. То есть местоположение описания переменной имеет существенное значение. Поэтому я могу что сделать? При внутри функции увеличивать этот каунт, каунт плюс плюс, и в любой момент, когда я хочу где-нибудь в тексте программы, вот там внутри мейна, я могу сяунт, стд за двоеточие сяунт я пропущу сейчас, да, для сокращения, сяунт, каунт, и увидеть, что к этому моменту у меня ни разу еще не была вызвана функция факториала. Потом вызвать этот самый факториал, можно даже просто вызвать, а значение его не смотреть. Зачем мне значение? Мне интересно, сколько раз он будет вызван. Факториал от 5. И сяунт каунт. Еще разок. Понятно? То есть эта переменная существует независимо от вызванной функции, не вызванной. Есть она или нет ее сейчас. А посмотреть на значение переменной можно всегда. Понятно? Ну, везде, где она в области имен. Так, ну что, давайте дальше посмотрим. Да? Каунт плюс-плюс внутри функции в первой строке специально для того, чтобы подсчитать, сколько, в принципе, фактов вызова. Потому что на каждый факт вызова у меня будет плюс один каунт происходить. Вопрос вот какой. А может ли, да, данный переменный аккаунт является глобальной. То есть она мне загрязняет глобальное пространство имен и все функции будут ее видеть. То есть она будет вам предлагаться в качестве варианта для продолжения буковки С в среде разработки, которая с подсказками. Она, в принципе, может пересечься случайно с вашими переменами. То есть вы можете подумать, что это локальное, как это что-то значит. В общем, она загрязняет пространство имену. Рассеивает ваше внимание. Простите. Так что же делать? Как же нам быть с этой переменной, чтобы подсчитывать количество факториала, вызова факториала, но мне она, допустим, не нужна в глобальном контексте. То есть она глобальная, но нужна только внутри факториала. Ну, или скажем так, она не глобальная. Мне нужно, чтобы она была статической, но локальной. Еще раз, смотрите. Локальная переменная это когда говорят про то, где ее имя доступно. То есть на какую область видимости распространяется это имя. Из каких точек программы я могу этот каунт обозревать. Ну, потому что возможно такая ситуация, что здесь внутри функции, ну, давайте вот здесь внутри функции я захотел сделать еще одну переменную х, х равно 5. Ну, так можно, кстати, да, я две переменные и сразу обе инициализирую. Пожалуйста, так можно? Можно. В этом случае имя локальной переменной перекрыло имя глобальной переменной. И когда я буду обращаться к ху, если я буду обращаться здесь к ху, то он не будет замечать внешнего х, а будет здесь использовать х, хотя обе переменные существуют одновременно, обе области памяти существуют одновременно. Одна на стеке, другая статическая. Понятно? Но локальные переменные обладают естественно преимущества. Все как в питоне. Помните, я правило рассказывал, лекб, да, локальные, потом окружающие, потом глобальные, потом встроенные. В данном случае у нас нет окружающих, но вначале локальные, потом глобальные. То есть он вначале ищет близко имя. И такое пересечение имен возможно и нормально. Он просто перекрыл доступ к той перемене. Понятно, да? Если же этого нет, то он будет спокойно обращаться к глобальной. Но вот как здесь изнутри функции я обратился к глобальной переменной. Между прочим, кстати, чтобы вы знали, обращение к глобальной переменной внутри функции является не очень-то хорошим способом. то есть записывать что-то во внешнюю переменную, считывать что-то из внешней переменной, это грязные действия, неприличные. Функция называется чистой, если она этого не делает. То есть функция, которая предсказуемая, ее значение зависит только от входных данных. Представьте себе, что этот факториал тысячи раз считается, а на тысячи раз он вместо результата начинает вам 0 писать. Вы лицензию не купили. Понятно. Смысл на самом деле в чем? Что такая функция, которая зависит только от входных параметров и не подсматривает в глобальные переменные, она чистая, она хорошая, удобная, предсказуемая. Понятно? Не пользуйтесь глобальными переменами. Я показываю, чтобы вы знали, что из функций можно глобальным переменным обогатиться. Это может быть нужно. Но это такая лажа, когда это в реальном проекте, потому что ты вызываешь функцию, а перед тем, как вызвать функцию, для того, чтобы она нормально работала, нужно вызвать другую функцию, которая меняет что-то где-то там на заборе в какой-то глобальной переменной, а вы не можете все осмыслить. Или функция записывает по выходе, если случилась ошибка, то эту ошибку она сохраняет в какой-нибудь глобальной переменной. Вы, естественно, не смотрите, ошибка там где-то записана, вы поехали дальше выполняться. У вас ошибка реальная. Файл у меня открылся, а вы дальше в него писать собрались. То есть вам нужно не забыть, о, я функцию вызвал, а теперь пойду-ка я на забор и посмотрю. А не на заборе чего-нибудь. Понимаете? Функция должна возвращать все, что она сделала в качестве своего результата. Это нормальный, правильный. Ладно. Проговорили про частоту функции. Теперь про статические локальные переменные. Если я хочу этот каунт сделать локальным, но статическим, я без проблем могу это сделать вот так. Давайте у меня будет этот факториал говорящий. Итак, смотрите. Я вот здесь вот сделаю статик. Так, мне все-таки лучше стереть, чтобы было попросторно. Смотрите. Вам не обязательно переписывать все начисто. Достаточно сейчас вписать самую главную конструкцию. Смотрите. Вот это. Статик каунт равно ой, статик инт. Я забыл кроме слова, которое управляет типом памяти написать тип переменной. Статик инт каунт равно нулю. Вот так. Да, перед этим собственно факториал и так далее. вот это слово дописываемое к имени к объявлению переменной указанной перед типом делает переменную статической. То есть она по сути глобальная то есть она существует в момент компиляции и записано в экзешнике. Вот это присваивание нуля туда оно происходит в момент компиляции или скажем так в момент загрузки процесса памяти. Один раз. Не каждый раз когда стартует функция вот здесь этот нолик каждый раз туда каждый раз заново и равно нулю. Она его увеличила а потом на ту же самую даже область памяти разместилась но перед тем как продолжать он нолики туда пропишет. В данном же случае вот это равно нулю произойдет один раз. А не каждый раз при вызове функции будет присваивание нуля туда происходить. А потом мы делаем что? count плюс плюс а это уже инструкция которая каждый раз выполняется. Понятно? Ну а здесь например я буду тут же например count count пусть он у меня будет болтливый FATL и записывать каждый раз печатать на экран в какой раз вызван. Понятно? Вот. Отчего я добиваюсь такой статической локальной перемены? Я не загрязняю общее пространство имени. В принципе с таким же успехом я мог сделать ее глобальной. Но вы почувствовали что такое статическая память и что такое автоматическая? Как понимание появилось? Или еще примерчики? Можно вопрос? Можно. А что будет еще раз что будет если статик напишется? Что с каунтом будет? В этом случае он всегда он во-первых будет глобальной локальной переменной каждый раз выделяться и каждый раз будет инициализироваться нулем при старке функции. Как компетент отвечает первым разом он запустил функцию или он не различает этого вообще но статическую переменную он не создает входя в функцию но он же видит что она статика когда функция вызывается он ее не размещает на стеке а пользуется адресом той переменной которая глобальная во время компиляции он создает он не первый раз ее создает он создает ее еще раз в момент компиляции вы же делали лабораторную там так все были прописаны то есть еще на компьютере разработчика программного обеспечения когда он делал экзешник там появилась уже эта переменная она к вам приехала вместе с экзешником понятно а другой вариант когда у вас уже программа работает и вот в какой момент вызвалась эта функция у вас автоматическая переменная создалась да локаль ясно да это грязная функция она была бы чистой если бы как раз убрать этот счетчик ну мне же надо показывать вам ну что разобрались а теперь смотрите я вам показываю всю фишку из заказ C++ доброе утро спокойная ночь итак адресная арифметика C++ ну в принципе в C тоже это чисто сишная фишка C++ тут не обязательно итак смотрите in x равно 5 что это значит что у меня в памяти существует переменная x сейчас не важно локальная она или глобальная локальная где-то память она есть и туда мы записали 5 теперь смотрите я имею x как область памяти у этой области памяти есть адрес согласно принципам панели правильно я архитектурно я работаю в архитектурно ориентированном языке я хочу этот адрес узнать не могу его узнать безусловно амперсант x это взятие адреса это адрес адрес x в памяти и я могу соответственно по адресу но давайте для начала разберемся а какой тип у адреса какого типа этот адрес у любого значения это что по сути число 0 5 7 3 f 8 ну естественно что вторичная адреса f3 7 5 b 8 4 6 ну неважно какое это число а какого типа чтобы не в коем случае не перепутать адреса с хранимыми числами они отличаются у него тип int звездочка я подчеркну что эта звездочка не является операцией умножения это имя кусок имени типа ну вы уже видели что в питоне типы могут называться длинными словами long int unsigned long int звездочка она относится к имени типа понятно итак раз у нас есть такой тип значит можно сделать переменную этого типа правильно создадим переменную этого типа строго по тому как это делается и вначале указываем имя типа потом укажем собственно давайте px я назову p от слова point переменная адресного типа называется указателем указатель это тире переменная адресного адресного часто преподаватели путают слова указатель и адрес я сам путаю часто обычно пользу указателя все называют даже вот это вот тоже а это указатель нет это еще не указатель потому что это как пятерка это еще не переменная пятерка это число типа int которое можно сохранить переменные типа int логично вот указатель это px внимание указатель это переменная адресного типа значит у нее как у любой переменной есть область памяти в частности адрес я не буду записывать этот адрес конкретным каким-то числом придумывать его я тут звездочку намалю и чисто условно покажу что эта звездочка указывает вот туда логично понятно ну правда тут момент такой я сейчас это я размечтался что она туда указывает сейчас у меня px как переменная создана для того чтобы указывать на целые числа на ячейки с целыми числами но там лежит что мусор то есть у меня указатель который указывает в не пойми куда иди туда не знаю куда а что будет если я внимание звездочка p ну давайте так оставим звездочка p ну ладно звездочка px это что такое тире не минусы тире это разыменование указателя по русскому языку я долго писал когда-то разыменование в замке пишется разыменование разыменование px что это значит это значит что я обращаюсь по адресу то есть я добываю то что лежит по этому адресу и хочу это дело ну собственно вот эта вот эта штука она имеет тип int ну логично да то есть по адресу указателя звездочка лежит int но если я попытаюсь разыменовать этот указатель ну допустим положить туда что-нибудь плюс плюс увеличить значение того что лежит по этому указателю это не умножение это унарная операция как унарный минус и помните о логической операции рассказывал и там была унарная операция вот такая вот тильда х которая делала инверсию существует унарная операция которым не нужен оператор слева даже кстати операции х плюс плюс это унарная правосторонняя унарная операция да а плюс плюс х это левосторонняя унарная операция да звездочка это левосторонняя унарная операция разыменования взятие адреса это левосторонняя унарная операция применяемая к перемену ну или в какой-то области памяти за которой область памяти зарезервирована кстати взять адрес у константа нельзя константа она сразу лежит в регистре процесса а у регистра процесса нет адресов название добыть нельзя так понятно что если я попытаюсь это сделать что я получил безусловно я получу сегментейшн фолд по голове от операционной системы она тут же получит информацию через прерывание о том что я попытался обратиться к области памяти я тут же замер на месте преступления попытался обратиться к какой-то чужой памяти какой-то странице которой мне нельзя да и процесс снимается с выполнения с громкими криками приложение выполнено недопустим операцию будет закрыть без всяких предупреждений хотите отладить прошу просит вас windows да или линус напишет просто сегментейшн фолд и корот дам все естественно так нельзя надо реальный какой-то адрес этот указатель положить ну давайте так и напишем мы для того не учили эту операцию только что адрес икса да по адрес икса имеет тип и звездочка я его сохраняю в переменной соответствующего типа я молодец я соблю типы точно правильно ну давайте попробуем доиграться и так пикс это переменная и у нее тоже можно взять адрес давайте попробуем взять адреску пикс какой адрес не у него есть адрес вопрос только какого он типа очевидно ин звездочка звездочка абсолютно верно ин звездочка звездочка давайте назовем это переменной ппк то есть я адрес пикса сохраню в переменной ппк что такое ппк это указатель на указатель на x нормально не страшно можно продолжить эту паранойю чуть-чуть дальше чтобы действительно словать вам мозг ин звездочка 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 пппк равно амберсант ппк но ведь ппк это что же у меня переменная у нее есть область памяти за неизвестирована и у этого адреса можно можно взять ее адрес и сохранить в соответствующей переменной я не буду дальше продолжать но понятно что если есть указатель на указатель да есть и указатель на указатель указатель есть и указатель на указатель на указатель на указатель и так далее давайте я нарисую немножечко нет не ну может быть вряд ли я не пробовал рисовать звездочки до посинения. Но 5 и 6 звездочек я в своей практике встречал. Хотя это редкость. Что будет, если мы указательный указатель положим в тип указатель? Просто ошибка. Ага. Несоблюдение типов. Будет предупреждать. Компилятор выдаст вам ворнинг. Ворнинги отличаются от ошибок. Он скажет, у вас несоблюдение типов указателей. А может быть все это не же? Нелетально будет? В принципе, есть возможность реинтерпретации. Про это сейчас будет тоже кратико скажу. Возможность реинтерпретации данных. Это очень интересная вещь, которую можно все сделать. Заглянуть в память и посмотреть, как там реально устроили лот числа. Вот как-то так. Так, ладно. ПППХ. У меня указывает на ППХ. Что у меня получилось? Я могу взять этот самый ПППХ. Давайте, да? Сиаму. Сиаму. И что сделать? Разыменовать. Разыменовать, разыменовать, разыменовать. ППП. Ой, я сколько от ПА делал? Три, да? Значит, три раза. ПППХ. Вот эта операция, несмотря на краткость записи, подразумевает следующее. Взять адрес, хранящийся в ПППХ. Так, взяли адрес. Разыменовать. То есть, пройти по этому адресу и взять то, что лежит там. Там лежит адрес. Разыменовать этот адрес. То есть, опять, интерпретировая его как адрес, пройти по этому адресу и взять то, что лежит оттуда. И еще раз то же самое. Еще раз его вот так. Понятно? То есть, эта штучка такая забавная. Это как бы продвигание по цепочке, как в игрушке с кладами в детской записочке. Написано, где лежит следующая записочка, где написано лежит следующая записочка, где в конце концов лежит конфета. Да, Игорь. В случае рекурсии можно сделать так, чтобы взять адрес у локальных примеров, которые вырекли, ну и поставить указатель в нижнем этаже рекурсии, там снизу указатель на 9. Ну, это вряд ли понадобится. Обычно достаточно просто передавать в качестве параметра указатель на одну единственную переменку. В этом случае с адресами можно реализовать, что без глобальной переменной, реализовать какой-то там счетчик в смысле того, что эта переменная у вас там на нулевом уровне создается, она локальная, а вы туда протаскиваете указатель, ну можно как-то так, побаловаться. Сейчас не будем это трогать. Давайте сейчас материал дарить следующий. Мы не будем делать перерыв, потому что иначе мы не пишемся, мы и так можем не писаться. Главное, чтобы вы поняли. Это очень важный момент, потому что иначе вы не поймете до конца адресную ритминику. А теперь вопрос вот какой. А могу ли я осмотреться, а что там рядом в этой памяти лежит? А что там рядом? Допустим, давайте сейчас все это дело закроем, пока глаза. Вот у меня есть указатель P, который указывает на какую-то область памяти. И он интерпретирует эту область памяти как целочисленную. То есть 4 байта собирается по этому адресу добыть и посмотреть на них, как будто это int. Понятно? А рядышком там что лежит? Вот тут. А вот тут. Можно ли туда заглянуть? Если нам C++ дает возможность просто взять в руки адрес, как число, по сути. То есть естественно, что к адресу, то есть к этому самому, ну давайте, int звездочка P равно, ну не важно, адрес, ну давайте я сейчас специально прям сразу сделаю, ну какого-то A. A это адрес чего-то. Сейчас не скажу пока чего, а потом пока. Какой-то адрес. Так вот, оказывается, если я сделаю P плюс 1, то есть указатель плюс число, то P плюс 1 у меня является адресом следующей ячейки. Он шагнет на 4 байта, ну на соответствующий винту размер памяти, чтобы это быть содержимым уже вот этой ячейки. Точнее, не содержимым, я прошу прощения. P плюс 1 значит адрес этой ячейки. Если этот адрес мне не принадлежит, пока ничего страшного нет. Ну я не знаю, я могу размечтаться, у себя выписать адрес, не знаю, банка, там, не знаю, сейфа в Сбербанке. Но вот если я попытаюсь разыменовать этот адрес, понимаете, в этот момент я получу Segmentation Flow. То есть пока я вычисляю адреса, я могу вычислять какие угодно адреса. Но как только я попытаюсь разыменовать, я могу получить по башке. Ну я правда сейчас не боюсь, возьму и запишу. Да? И давайте туда еще что-нибудь, да? Звездочка P плюс 2 равно, ну не знаю, давайте 1, 2, да? А вопрос вот какой-то, а могу ли я в обратную сторону? Можно в обратную сторону. Ячейка предыдущая, да? Это предыдущая ячейка, P минус 1. Да, понятно? А если 0? А? Ну P плюс 0 это, пожалуйста, это сама ячейка. Если P равно 0. В нулевые адреса вас никто не пустит, Segmentation Flow. Там лежит таблица этих обработчиков прерывания. Кроме того, вы живете в виртуальном адресном пространстве. Понятно? То есть оно не соответствует физическим адресам. Каждый раз при обращении к адресу происходит подмена сегмента. Пожалуйста, туда тоже можно что-то положить. Вопрос вот в чем. А не получится ли так, что вы, гуляя по памяти, перезапишите какие-то другие переменные? Ответ? Да пожалуйста. Это же язык C плюс плюс архитектурно ориентированный. Сам себе злобно дуратино. Если там лежала какая-то переменная, которая считала тебе итерации цикла, а ты берешь ее на пятой итерации цикла, присваиваешь ей ноль. Пожалуйста, ну я произведу зацикливание. Каждый раз на пятой итерации она добегает до пяти, а ты на пятой итерации случайно вот таким образом. Раз. Да? А если мы можем таким образом добраться до памяти, до фрагмента памяти и решить ВС, собственно говоря? Да. Причем ложно ее интерпретировать, потому что на самом-то деле это адрес, а мы его интерпретируем как целое знаковое число, и естественно произойдет ложная интерпретация данных. Понятно? То есть вопрос вот в чем. Что эта вольность, она, можно делать в Си плюс-плюс все, что хочешь. Да? В каком-то смысле вам, если там в питоне вам дали полный набор инструментов, гаечные ключи и так далее, то в Си вам дали пистолет. Очень легко застрелиться. Понимаете? Можно дичь стрелять, а можно застрелиться. Правда гвозди забивать пистолетом неудобно. Ну вот. Ну ничего. В смысле? Это очень мощный инструмент. Да? А что будет, если я попробую записать в полный набор, если вы выберете за строкой, например, за чар, да? Все в порядке, запишет. Число. А когда я обратишься к чару? А когда обратишься к строке, будешь удивляться, что там такое появилось. Но тем не менее он не усомнится и выдаст эти данные как есть. А выдаст это как число? Интерпретируя это как символы. То есть он, вот если я два указателя... Да, это, кстати, важная тема. Если у меня есть два указателя, и я насильно... Насильно. Вот давайте у меня ин звездочка P равно A. А есть второй. Чар звездочка P равно A. Ну, плевать я-то хотел на предупреждение компилятора. Или взял... А это вообще какой-то у меня может быть там... ДАБЛЬ. Давайте создадим переменную ДАБЛЬ. ДАБЛЬ. И Х. Да? И я сюда записываю... Явно говорю компилятору, а ну успокойся давай. И не вздумай меня предупреждать. Это явное приведение типов в Си стиле. В Си плюс плюс в стиле она там по другому скобочке. Но я сейчас подчеркну, что тип вот такой. А здесь скобки я поставлю от чего я применяю. И к адресу Икса. Я говорю, ты не переживай. Бери адрес Икса, но... А все адреса, они одинаковые. Ну, потому что адрес он занимает, как адрес мухи и адрес слона в зоопарке. Они имеют одинаковые размеры на бумажке. Сама муха и сам слон, конечно, отличаются. Понятно, да? Поэтому я, в принципе, могу с адресами всегда сделать явное преобразование типов. Говорю, посмотри на этот адрес, как будто бы это int звездочка. Как только компилятор видит, что ты явным образом хочешь сменить тип указателя, он тут же молчит, забирает все свои ворнинги назад и не возмущается. Поэтому я вот так ему и скажу. Не переживай, компилятор, давай-ка попробуем посмотреть на область памяти Икса, на адрес Икса, как на int звездочка и как на чат звездочка. И теперь, когда я буду интерпретировать его, ну, во-первых, я могу, если я запишу какое-нибудь число, то я могу позабавляться и посмотреть, как устроен дабл, ведь я знаю, что он 8 байт, и чат ровненько 1 байт. И я могу распечатать, ну, давайте в цикле for даже. for i равно 0, i меньше чем 8, i плюс i плюс и сяу. Ну, правда, тут есть такая проблемка, чары он будет печатать как чары, поэтому мне хорошо бы их перед распечаткой довести к int, ну, в смысле, когда-то интерпретирую как символы, он будет как коды символов интерпретировать и выводить символы на экран. Поэтому я преобразую этот чары, то, что я разыменовываю оттуда, p плюс i чар, разыменовываю, преобразую к int и распечатываю на экран. Ну, давайте через пробел. То я могу узнать содержимое байтов дабла в их десятичном знаковом, елки-палки, представлении, потому что по хорошим ансайдичам я уж переделывать не буду. Понятно? Ну, если еще их распечатать в двоичной системе счисления, то прямо можно увидеть эти 64 двоичных знака и узнать, а как же там на самом деле этот стандарт и Е754 2008 года, который мы в прошлом году в одной из лад изучали. Помните, по-моему, математически там 0? Да? Компьютер, как он называется? Машина 0. А? Ну, машинный 0. Да, машинный 0, всякие там тонкости, в общем, вот этот стандарт, посмотреть на него вживую. Ну, при желании. Я сейчас про другое хотел сказать. А можно ли все-таки гулять по памяти вот более-менее свободно, плюс-минус вперед, так, чтобы, ну, не бояться в шагах. Да, такая структура есть, и она называется массив. Массив в языке С. Нет, я даже вам так, я люблю шокировать, я вас шокирую. Массивов в языке С плюс-плюс не существует. Как и строк. Представляете себе? Не существует массивов. А что же существует? Ну, давайте я все-таки расскажу. На самом деле, конечно, они их называют словом массива, и в каком-то смысле это самые истинные массивы среди массивов, потому что они действительно однотипные элементы, лежащие в памяти последовательно подряд. В то же время, когда вы встретите вот такую вот запись, давайте заголовок массива, когда вы встретите вот такую вот запись, int A10, не обольщайтесь. Что это на самом деле произошло? это 10 раз память для int, size of int умножить на 10, выделено в оперативной памяти. И A это адрес начала этой 10-ти int новой штуковины. Понятно? A это просто адрес. Подождите, подождите. Ну, видите, Ватер Федорович, видите, можно же вот так вот сделать и равно ну, и меньше 10, и плюс-плюс, и тут печатать, все ау, а и ты. Ну как же, вот же обращение к элементу массива. А нет! На самом деле, что это такое? Возьмем адрес A. A это int звездочка. Если вы спросите, какого типа A, тип A int звездочка. Это адрес. Я могу к этому A прибавлять и присяг к этому A. Это A плюс 0. Это A плюс 1. A плюс 2. Это адреса, и чей. Понятно? Это A плюс it, это и чей. Я этот адрес могу разменовать и распечатать. Понятно? И еще, вот теперь запишите вот такой вот момент. A и t тождественно равно звездочка A плюс i. Забавное следствие этого утверждения. если указатель можно складывать с числом, то число можно складывать с указателем. Правильно? То есть это дело равно... Ну, давайте я перенесу вот сюда. Забавное, да? Звездочка A плюс i равно i плюс a. Разменованное. Ну, правильно? Правильно? Сомнений нет. Применяем наоборот i в скобочках a. Никаких проблем у компилятора это не вызовет. То есть, я могу иметь полное право, но я тут прям напишу, и в скобках a. Еще раз, чтобы довести вас до два раза. 5 в скобках a. Вот прям с константой. Вот так вот можно обращаться к шестому элементу массива. Ну, уж понятно, потому что от нуля че. Делать так не надо. Но знать, как устроен язык c плюс плюс в этом смысле надо. Так, легло. А? А, можно еще раз вопрос? То есть, массив, он просто выделяет... Это удобный способ быстрого выделения. Много...